Напомним, традиционно в день основания «Единой России» 1 декабря единороссы проводят единый день приема граждан. В 2016 году в связи с 15-летием партии было решено организовать декаду личного приема, которая стартовала 21 ноября. За время проведения декады личного приема граждан к Свердловским единороссам по предварительным данным обратились более 3500 жителей. Такие данные озвучил на прошедшем на днях заседании Президиума Регионального полицовета «Единой России» секретарь Свердловского отделения партии Виктор Шептий. Эта цифра, по словам Виктора Шептия, на 70% превышает аналогичный показатель прошлого года. В единый день приема граждан в 2015 году в общественные приемные со своими вопросами пришло 2025 человек. На территории области для приема граждан было организовано порядка 400 площадок, рассказал лидер Свердловских единороссов. Приемы проводились в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Во всех местных общественных приемных партии было предусмотрено более 300 дополнительных площадок в приемных депутатах, библиотеках и других учреждениях. Да, вопросы примерно везде одинаковые, в городах. Я хотел бы начать с другого. Почему мы сегодня приехали? Сегодня ровно 15 лет, как у нас праздник, партия «Единая Россия», 15 лет, как была создана партия. И предыдущую неделю, эту неделю во всех городах проходят приемы. Приемы ведут депутаты Государственной Думы, члены правительства Российской Федерации, депутаты законодательных собраний, главы городов, губернатор проводит сегодня прием. Вот такой праздник. Мы встречаемся с населением, общаемся с населением, слушаем их вопросы и, конечно, стараемся их решить. Очень, наверное, приятно, что в Полиском очень мало людей пришло. Может быть, мы не все знаем, что сегодня такой прием. Я думаю, мы с Александром Владимировичем будем, он очень часто проводит приемы. Я буду стараться тоже хотя бы раз в месяц приезжать и проводить приемы здесь вместе. И, как запланировано, будем проезжать, смотреть те объекты, которые мы строим, ремонтируем, которые будем строить, ремонтировать в 2017 году, которые попадут в программу и ветхое жилье, и которые попадут в программу фондов капитальных ремонтов. То есть это будем смотреть. Сегодня вопросы, которые задавали, то есть они получат свою, как сказать, дальнейшую жизнь. То есть у меня, мной будут написаны запросы в жилищную, в инспекцию, но других тут не было вопросов. В Ривде вчера были вопросы, которые в основном или в прокуратуру будут написать, или к министрам. То есть в течение 30 дней все равно мы получим ответы и людям предоставим эти ответы.